Солнышко Я хочу рассказать вам историю, которая произошла однажды зимой. Были жестокие морозы, деревья как будто притаились, даже не дышали. Из села исчезли маленькие зверюшки, не стало ни птичек, ни бабочек, и даже солнышко в эту зиму ни разу не показывалось. Вот тогда-то и появились они, снеговики, о которых я хочу рассказать. Они стояли на дворе возле моего дома. Хотя как это стояли? Ведь это обычные снеговики стоят, а мои... Впрочем, лучше рассказать все по порядку. Я любил подолгу смотреть на них из окна. Я так к ним привык, что не представлял себе двора без моих милых снеговиков. Их было трое. Один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький. Нас трое снеговиков, а я самый большой снеговик. Посмотрите, как я одет. Какая у меня великолепная соломенная шляпа на голове. А какая у меня трубка. Кто-то сунул мне в рот эту длинную черную трубку. Хороша трубка. Моей жене она очень нравится. Моя жена снежная баба. Да, это я. Я, конечно, немножко поменьше, но и у меня есть шляпа. Вы обратите внимание, какая. Ах, не шляпа, а каска. Она очень гордится своей шляпой. А это старая зубовая кастрюля. Ах, ты баловник. Маленький снеговик, большой шалон. Снеговик-озорник. У него в руке сачок. Как будто он сейчас побежит за бабочками. Только где же он зимой найдет бабочек? А знаете, кто слепил этих снеговиков? Ребята с нашего двора. А потом они решили, не будем кидать в них снежками. Оставим их. Они очень славны. Пусть себе живут до самой весны. Так и остались снеговики на дворе. А теперь вы только послушайте, что было дальше. Настал вечер. Потом спустилась на землю ночь. Все легли спать. А ночью ударил такой мороз, Что замерз и ветер, и дым в трубе, И сердца деревьев еле-еле бились под мерзлой корой. Мороз был такой лютый, Что даже снеговики не выдержали. Им захотелось немного потопать ногами. Ух ты! Вот так штука! Какие шустрые снеговики! Один большой, другой поменьше, А третий совсем маленький. Наконец-то я могу побегать. Как хорошо! Как хорошо! Попрыгать! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ой, снег пошел. Мне к нему. Мама! Мам! С снег пошел. Ох, вот я и поработаю. Подмету-ка двор. Недаром мне дали в руки Такую замечательную метлу. Все кругом станет чисто, чисто, Бело, бело. Посмотрите-ка, Снеговик-азарник и снежная баба Нашли себе занятие. Только вот большой снеговик, Тот, что в соломенной шляпе, Не двигается с места. Он о чем-то крепко задумался. О чем же это, а? А что ты все вздыхаешь, отец? О чем ты задумался? Вот вспомнилось кое-что. О, а что тебе вспомнилось? Вспомнилось мне, что сегодня вечером Слышал я детские голоса. Ну, а? Скоро этим морозом конец. Так. Придет весна, говорили ребята. Придет солнышко, растает снег, Тогда и снеговикам конец. Конец? Как это? Почему конец? Не знаю. Говорят, от солнышка. От солнышка? Да. А какое оно, это солнышко, папа? Не знаю, не могу тебе сказать. Я его никогда не видел, Оно ведь никогда не показывалось. Никак только этому солнцу не стыдно. Что мы ему сделали? Сделали. Да. Папа, а если нам попросить, Чтобы оно не приходило, а? Как? Нельзя. Мы даже не знаем, где оно живет. А мы пойдем искать его. Как искать? А, а что и в самом деле, если пойти? Как пойти? А, папа, искать пойдем. Искать? Да. Ага. Ну что же, может быть, Солнце вовсе не такое уж злое, Как говорят. Может, оно поймет нас И пойдет сюда-нибудь в другое место. Даст и нам немного пожить. Пошли. Пошли? Только я пойду впереди всех. Я маленький, я везде пройду. А вы пойдите за мной. Да. Погоди. Я пойду к солнышку И скажу ему только два слова. Не приходи. Что ты? Что ты? Разве можно к солнцу близко подходить? Ты слышал, что ребята говорили? Солнце-то горячее. Возьмет и растопит тебя. Я самый большой, я пойду впереди. Нет. Нет. Близко никто не подойдет. Мы просто покричим солнцу. Расскажем ему о нашей беде. О беде нашей расскажем. Так и решили. И вот снеговики, Один большой, другой поменьше, А третий совсем маленький, Двинулись в путь Искать солнце. Но сколько они не ходили по улицам села, Так и не нашли. Пошли они в поле, Но и в поле солнца не было. Тогда они пошли еще дальше, Шли, шли. И, наконец, оказались в лесу. Мам, слышишь? Слышу, отец. Слышишь? Слышу. Стучит. Кто это? Не знаю. Может, это солнце, папа? Может. А я сейчас спрошу. Спроси. Эй, солнце! Почему у тебя такой длинный нос? И зачем ты им все время стучишь, а? Во-первых, я вовсе не солнце. А нос, длинный нос для того маленький озорник, Чтобы долбить кору деревьев и добывать себе пищу. Вот так. Вы не солнце, а как вас зовут? Меня? Дятел. Мастер-дятел. Мастер-дятел. Простите, мне некогда, я не могу сейчас с вами разговаривать. А, это я знаю, это птица. Ух, птица. Птица. Какая красивая, а! Никогда таких птиц я не видала. В красном чепчике и в пестрой шубке. Какая прекрасная птица. Красивая птица. Благодарю. Благодарю вас, уважаемые. А вы куда собрались, добрые снеговики, если я не ошибаюсь? Да, да, да. Да, снеговики. Вот, мастер-дятел, хотим мы отыскать солнце. Солнце? Отыскать солнце? Да, да. Очень, очень приятно это слышать, мои милые. Найдите, найдите его поскорее и скажите, пусть поторопится, сейчас же сюда пожалует. Как так? Вы его не боитесь? Я? Солнце? Да. Нет. Почему? Солнышко, я не боюсь. Я морозов боюсь. Почему морозы? Морозы, это так хорошо. Нет, нет, нет. Мастер-дятел. Ужасно. Почему? Ужасно, ужасно, ужасно. Ужасно. Из-за этих морозов все букашки и козятки попрятались. Мертвым сном спят, на свет не вылезают. Ужасно, ужасно, ужасно. Уж я и не помню, когда у меня последний червячок в клюве был. Идите, идите скорее и скажите, скажите, пожалуйста, солнцу так. Так, если оно не поторопится, завтра на заре мастеру дятлу придет конец. 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 Да, 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 да. Очень прошу вас. А теперь извините, пожалуйста, я все-таки попытаюсь что-нибудь найти. Огорчились снеговики. Но ничего не поделаешь, надо идти дальше. Шли они, шли и попали в самую чащу леса. Ой, какие тут ветки, папа, не пройти. Ничего, вперед, вперед, пошли смелее. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как увидели какого-то проворного маленького зверька с длинным пушистым хвостом. Он все время быстро-быстро перепрыгивал с ветки на ветку и с вершины деревьев на землю. И ты, пушистенькой, постой, постой. Чего тебе? Ты, случайно, не солнце, а? Совсем я не солнце. А кто же вы, скажите, пожалуйста, как вас зовут? А что ты не видишь? Нет. Я маленькая белочка. А чего ты так прыгаешь? Прыгаешь, прыгаешь. Я прыгаю потому, что у меня нет больше терпения ждать солнышка. Как так? Разве ты его не боишься? Ха, бояться солнышка. Я его так жду. Ждешь? Почему? Кладовая моей мамой белки совсем опустела. Желуди, еловые шишки, засыпанные снегом. Только солнышко может нас спасти. И тебе хочется, чтобы оно поскорее пришло? Ну, конечно. Пожалуйста, пожалуйста, если вы его повстречаете, скажите ему, чтобы оно поторопилось. А то, мама сказала, если оно не появится, к полудню нам всем конец. 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так, а? Как же так? Да. Что же делать? Что делать? Что делать? Идти дальше. И вот мои снеговики опять шагают по снегу. И вдруг из-за сугроба показались два уха. Два длинных, дрожащих уха. Папа, вот это, наверное, солнце. Наверное. Ой, не подходи к нему близко. Не подходи, не подходи. Пусти-ка лучше меня. Ой, только осторожно. Не так близко. Осторожно. Ваше величество, мы мирные снеговики. Будьте добры, выйдите из-за сугроба. Нам нужно с вами очень поговорить. Поговорить. И если вы хотите мне что-нибудь сказать, подойдите лучше вы сами поближе. О, ваше величество, мы не можем. Не можем. Не можете. Почему? Мы вас боимся. Боимся. Боитесь? Я вас тоже боюсь. Ой, боится. 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 Солнце, надо боится. Если боится, значит, оно не солнце. Да нет, я не солнце. А кто ты? Я зайка. О, это трусливый зайка. Я слышала, что он всего боится. Ой, боится. Нас-то не бойся. Зачем ты от нас-то прячешься? Я, нет, я не прячусь. Я снег лапками рою. Может, какой-нибудь старый корешок попадётся. С голоду умираю. Все молодые росточки давно объел. Погрыз. И если не придёт солнышко, завтра зайки-трусишки. Конец. Ой, конец. Конец. Ай-яй-яй-яй. Опять конец. Ну, что же теперь делать-то? Что же делать? Что делать? Что делать? Идти дальше. Идти дальше. И снова двинулись в путь снеговики. Прошли немного, и вдруг слышат голоса. Ох, у меня всё тело болит. Как много снега навалило. Боюсь, мои ветки обломаются. Это деревья между собой переговариваются. Погибает, погибает весна, солнышко красное. Почему не идёте? Почему медлите? Остановились мои снеговики, задумались, что делать? Где же найти его, солнце? И вдруг видит, сидит на дереве какая-то большая чёрная птица. Я вас узнала. Вы снеговики, вы солнце ищите. Ну, что ж, нашли? В том-то и дело, что не нашли. Нет его нигде. Нет. Ну, так знайте же, что я ворона, старая мудрая ворона. Я многое знаю. Знаю, и где солнце живёт. Ну, скажи, скорее скажи, где? А солнце вон там, за вершиной большой горы. Ну, и туда можно добраться? Туда только на крыльях слетать можно. Понимаешь, тётушка ворона, мы сейчас весь лес прошли, встретили дятла. Белочку, зайчишку. Слышали разговор деревьев. Да, и знаешь, о чём все они говорили? Не могут они без солнышка жить. Ждут его, не дождутся. А ты как думал? Да, вот мы и не знаем, как тут быть. Надо, наверное, помочь им. Ведь им всем придёт конец. Конец. Тётушка ворона, может быть, попросить солнца, чтобы оно скорее пришло? Да. Что ты, снеговичок? Что же с вами будет, коли солнце придёт? Ведь тогда придёт весна, и все вы растоите. Ну, что ж поделаешь, так, наверное, надо. Да, да, наверное, так и надо. Вот что, тётушка ворона, слетай к солнцу и передай ему, что если оно не поторопится и не придёт вовремя, то весь лес погибнет. И вы хотите, чтобы пришло солнышко? Да, да, да. Лети, обязательно лети. Ну, что ж, я слетаю. Утром я проснулся от того, что яркие лучи солнца так и били в глаза. На дворе было тепло, тянуло лёгким ветерком, снег начал таять. Тёплым светом залили солнечные лучи, дома, крыши, карнизы. Хрустнули и посыпались вниз сосульки, зазвенела бойкая копель. Прилетели к первой лужице воробьи, чирикают, купаются, рады. Ребята хлопают в ладоши и кричат, конец зиме, конец, конец зиме. Я вышел на улицу. Что такое? А где же мои снеговики? Один большой, другой поменьше, третий совсем маленький. Нет их. Нет нигде. Как будто их и не было. Постойте, постойте. А это что? Там, где стояли снеговики, пробились какие-то зелёные росточки. Да это подснежники. Три подснежника. Один побольше, другой поменьше, а третий совсем маленький. Мне даже кажется, что он какой-то озорной, третий подснежник. Подснежники совсем не казались печальными. Наоборот, они весело вызванивали своими колокольчиками. Весна пришла! Весна! Весна пришла! Ну, что же мне ещё вам рассказать? Конечно, мне было грустно без моих милых снеговиков, к которым я так привык. Но я знал, пройдёт весна, а за ней жаркое лето, за летом золотая осень, и вновь наступит зима. А коли наступит зима, так вернутся мои снеговики. Один большой, другой поменьше, третий совсем маленький. Субтитры создавал DimaTorzok